По сложившейся традиции в преддверии 1 сентября работники системы образования подводят итоги прошедшего учебного года и определяют приоритетные задачи на предстоящей. Система образования Ленинского округа – это очень хлопотное хозяйство, большое, которое за последние три дня, начиная с сегодняшнего, прирастет фактически тремя садами, одной небольшой школой. До конца года еще два детских сада вольются в ваши стройные ряды. В ежегодной августовской конференции, которая прошла в актовом зале Видновской школы номер 11, приняли участие педагоги школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. Лучшим представителям профессии глава округа вручил почетные грамоты и благодарственные письма. Также на мероприятии трем работникам образования были вручены сертификаты на получение квартир. У вас проходят новые образования, приперии образования. И я уверена, что со всем с этим вы справитесь. Поздравляю всех вас, желаю вам всего самого доброго, здоровья вам, успехов. На территории округа находятся 17 образовательных комплексов, 4 детских сада и 4 учреждения дополнительного образования. А 1 сентября в ЖК Май распахнет свои двери школа-сад. Также своих воспитанников ждут новые детские сады в Дрожжино-2 и в микрорайоне Пригород Лесное. К 1 сентября наступающего учебного года мы завершаем большой процесс реорганизации, ожидаемый эффект которого будет заключаться в повышении качества образования за счет реализации преемственности содержания дошкольного образования и начального общего образования, доступности имеющихся материальных, кадровых, методических ресурсов для всех подразделений созданных комплексов. С 1 сентября в учебное заведение округа пойдет порядка 35 тысяч школьников, из них 5 тысяч первоклассников, а также 16 тысяч малышей будут посещать детские сады. Сегодня мы видим, что строятся новые школы, открываются новые детские сады, что школы все абсолютно уже готовы и ждут своих детей. На конференции с докладами выступили несколько педагогов. Поделилась своим опытом с молодыми специалистами директор Лопатинской школы Инга Фархатова. Она подчеркнула, что главное в каждом ученике увидеть индивидуальность и найти правильный подход. Просто вглядывайтесь в глаза ваших детей, и вы будете заряжаться невероятной энергией. Просто научитесь правильно понимать их слова. И вы навсегда полюбите школу. Ничего не бойтесь, будьте последовательными и уверенными. Такой педагогический форум дает возможность подвести итоги прошедшего года, проанализировать эффективность деятельности системы образования округа, определить положительные моменты, обозначить проблемные точки, требующие особого внимания, и, конечно, наметить перспективы в развитии. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.